Это Madcore из Control Paint. В двух прошлых видео, посвященных структурной форме, я упомянул очень важный концепт. О нем мы и поговорим в нашем видео. Чтобы у вас был наглядный пример, давайте взглянем вот на эту банку газировки. Нам нужно нарисовать на банке этикетку. Как ее нарисовать? Прямыми линиями? Нет, потому что это нарушает законы перспективы. Чтобы правильно нарисовать этикетку, нужно обернуть ее вокруг самой банки. В конце концов, банка – это цилиндр, поэтому и этикетка должна быть цилиндрической формы. Пусть даже с бокового ракурса она кажется прямой. Итак, это пример ключевого принципа, согласно которому и нужно изображать любые детали на упрощенной структуре. Давайте теперь посмотрим на нашего оборотня. То, что вы видите, это очень упрощенная структура его торса. И перед тем, как добавлять какие-то детали, мне нужно начать воспринимать его торс как трехмерный объект. И отличный способ привыкнуть к такому видению просто потренироваться в рисовании контурных линий. Вот тут я проведу тонкую линию по торсу героя, сверху вниз. Чтобы сделать это правильно, мне нужно правильно представить себе форму самого объекта. Если мне нужно подчеркнуть форму еще больше, то я могу продолжать рисовать параллельные линии. Получается что-то вроде сетки поверх манекена. Но так как наш оборотень не носит рубашку в полоску, эта сетка нам в общем-то ни к чему. Это всего лишь наглядный пример того, как я себе представляю форму. Я не буду рисовать параллельные полоски, вместо этого я буду представлять их в своей голове. Итак, я уже начал добавлять детали и одежду нашему герою. Я продолжаю представлять объект в трех измерениях и как бы обертываю свои линии вокруг этого объекта. Можно сказать, что я прорисовываю каркасную сетку. Конечно, я могу выйти за пределы этой сетки, например, нарисовать сумку сбоку героя. Но мне всегда нужно помнить о том, что я работаю с объемной фигурой. Итак, вы, наверное, задаетесь вопросом, что мне нужно сделать, чтобы развить этот навык. Я советую вам нарисовать натюрморт, потому что суть наших занятий это визуализация простых трехмерных объектов. А что такое натюрморт? Это простая трехмерная фигура на столе. Поэтому, если вы научитесь убедительно рисовать объемные чашки, ручки и ложки, то и с созданием оборотня у вас проблем не будет. Так что, если хотите нарисовать оборотня, начните с нескольких натюрмортов. Удачи в работе и спасибо за внимание! Продолжение следует...